5 декабря в студенческом читальном зале МГЛУ прошла очередная встреча в рамках проекта «Автор сессии». На этот раз гостем программы стал начальник отдела по языкам и культуре государств участников СНГ и ШОС Владимир Николаевич Конев. Он рассказал студентам МГЛУ и ученикам предуниверситария о деятельности Центров языков и культуры государств участников СНГ, о сотрудничестве МГЛУ с зарубежными вузами и повышении роли русского языка в образовательном пространстве стран Содружества. Владимир Конев особо отметил значимость нашего вуза как базовой организации по языкам и культуре государств участников СНГ. Давайте будем говорить так, что решением Совета глав правительства в 2000 году, в ноябре 2000 года, нашему университету был придан статус базовой организации по языкам и культуре государств участников СНГ. Это впервые на всем пространстве СНГ, первому университету был придан этот статус. Что он дает? Он, во-первых, дает то, что в нашей стране, в единственном вузе, в Московском государственном университете, стали изучаться все языки государств участников СНГ. Если мы обратимся опять-таки немножечко к истории, то мы можем сказать, что этот статус был придан еще и для того, чтобы объединить всю лингвистическую науку в одном вузе. Потому что получилось так, что был Советский Союз, распался на различные другие составные части. И в каждом государстве стали вести свою тематику по лингвистике. Нужно было сделать какие-то общие образовательные стандарты. Для того, чтобы сделать общие образовательные стандарты, нужно было сделать какой-то центр, который бы был именно по лингвистическому образованию. Вот этот статус базовой организации по языкам и культуре как раз и символизирует о том, что действительно был создан такой центр, который начался разработкой общих образовательных стандартов для всех стран СНГ. На сегодняшний день в МГЛУ работают семь центров языков и культуры стран-участников СНГ. Вузы, члены базовой организации по языкам и культуре государств участников СНГ, посольства государств участников СНГ, они решили в университете именно организовать такие вот островки культуры, изучение традиций, изучение языков. И впервые в 2001 году был создан первый центр, это центр армянского языка и культуры. Затем в последующем были созданы в 2002, 2003, 2004 год, еще были созданы это центры казахского языка и культуры, центр киргизского языка и культуры и центр украинстики. А уже потом в последующем, в 2010 году, у нас продолжилось создание еще центров. Это были образованы и стали активно функционировать. Это самая центра азербайджанского языка и культуры, центры языка и культуры республики Молдова, центры тажирского языка и культуры. Но здесь еще необходимо отметить то, что в университете 2010 года начал изучаться и узбекский язык. Поэтому центр, который будет, я думаю, на следующий год организован, это будет еще одним воплощением той идеи базовой организации, которой она предназначена. То есть представители посольств, где аскор активно участвовали в создании, в открытии этих центров? Значит, могу однозначно сказать, все посольства государства, участников СНГ, чьи центры представлены, они принимали самое активное участие в этом. Это потому, что изучение языка невозможно без изучения культуры, истории страны изучаемого языка. И в вашем отделе этому уделяется большое внимание. Да, можно однозначно сказать, что этому мы уделяем внимание. Но еще необходимо сказать то, что у нас в учебных планах и в программах по изучению того или иного языка страны СНГ у нас еще предусмотрена учебная дисциплина, которая так и называется. История, география и культура языка изучаемого региона. В связи с этим у нас и студенты именно не только изучают ее, но, будем говорить, что те стажировки, которые у нас проходят, языковые в той или иной стране, студенты во время этих языковых стажировок они проводят именно в странновеческие поездки. По возможности, то, что, будем говорить, недалеко от того места проведения стажировок, они действительно на практике уже знакомятся. То есть погружаются? И погружаются полностью в культурную и языковую среду. Особое внимание Владимир Конев уделил перспективам трудоустройства выпускников со знанием языков СНГ и рассказал, где требуются данные специалисты. Первое, что я хочу сказать, да, в этом потребность есть и они востребованы. Почему они востребованы? У нас есть заказчиком выступает это Министерство иностранных дел Российской Федерации. Для них нужны специалисты со знанием всех языков стран СНГ, которые бы работали в департаментах СНГ, которые структурное подразделение МИДа Российской Федерации. Это первое. Второе. У нас есть посольство Российской Федерации в странах СНГ. Туда тоже нужны такие специалисты, которые знают тот или иной язык. В последнее время к нам обращаются с различных организаций по вопросам перевода с языков и на языки стран СНГ. Да и проводимые форумы, которые мы проводим ежегодно, это школа молодых переводчиков, симпозиумы по переводам художественной литературы, еще раз подтверждают о том, что нам нужны переводчики с языков и на языки стран СНГ. Именно не только для работы в различных организациях, но и в первую очередь по переводу художественной литературы. Потому что вот этот пласт художественной литературы, который был у нас в России, его действительно надо перевести на другие языки, с тем, чтобы мы могли люди ознакомиться в странах СНГ и узнать Достоевского, знать Пушкина, знать Герцина и всех наших великих русских писателей. Ежегодно МГЛУ проводит очень значимое мероприятие. Международный форум «Диалог языков и культур СНГ» и ШОС в 21 веке. Проводится форум в формате обычного делом пленарного заседания, одного-двух пленарного заседания, мастер-классы, именно где каждый участник делится именно вопросами практики, обучения том или иному языку, практики перевода, практики именно методики обучения этого языка, делится той научной и методической литературой, которая есть в той или иной стране. Это очень плодотворно сказывается на этом. Поэтому вот даже в Бишкеке, когда мы проводили эти форумы, все однозначно сказали о том, что да, такие мероприятия нужно проводить. Несмотря на проблемы, связанные с изучением русского языка в странах СНГ, он по-прежнему используется в образовательном пространстве и является средством преодоления языкового барьера между людьми разных национальностей. В 2009 году решением Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ был принят модельный закон о языках. В этом модельном законе языка как раз и говорится о том, что русский язык и является языком межнационального общения на пространстве содружества. Это закреплено законодательным модельным законом. И, кстати сказать, я хочу здесь отметить очень большую роль нашего Московского государственного лингвистического университета как базовой организации в принятии этого закона. Потому что основу вот этого модельного закона языка она была разработана в нашем университете.